всем здравия желания с вами снова я иванов сергей великий новгород сегодня пойдет речь об универсальном вольтметре в 726 кто помнит да он еще выпущен в советские времена это вот допустим этот прибор 1978 года выпуска так же самое со знаков качества ну видите еще уголки знака качества советский прибор краткое описание его назначение этого прибора значит вольтметр универсальный в 726 предназначен для измерения постоянного переменного напряжения и сопротивления значит рабочие как это условия эксплуатации температура окружающей среды от минус 10 10 до плюс 40 градусов по цельсию влажность до 80 процентов при температуре до плюс 25 градусов атмосферное давление от 650 до 800 миллиметров штутного столба питается этот прибор от переменного напряжения 220 вольт частотой 50 герц ну естественно чтобы такой сильной вибрации не было поэтому отсутствие вибрации мощных источников переменных переменных магнитных полей значит технические данные на что он измеряет диапазон измеряемый прибор постоянного напряжения а 10 милливольт до 300 вольт ну вот здесь вот видно что переключатель 3 1 3 10 30 100 и 300 300 вольт максимум что он может померить ну вот так же самое напряжение таки постоянное напряжение тоже выходит до 300 вольт здесь еще есть такая функция что если мы будем использовать значит так называется внешний делитель дн 519 то можно будет измерение произвести до 1000 вольт ну обычно здесь не пользовался никогда этим делителем напряжения то что есть то и как говорится измерял поэтому такие вот измерения проводится ну и сопротивление естественно сопротивление у нас что показания прибора мы меряем сопротивление сопротивление у нас замеряется до скольки у нас здесь у нас видите как это всегда надо включать голову потому что здесь видите пределы 10 седьмой максимум 10 10 8 это 10 и 8 знак это будет сколько десять тысяч ну вот сто тысяч ом это будет у нас переводим кило ом 10 на 2 это значит у нас будет сто ну вот надо смотреть еще плюс здесь шкала такая тоже если допустим включаем вольт это соответственно смотрим по шкале потому что допустим на 10 понятно здесь шкала 100 вольт но здесь просто смотреть а когда переводим допустим на 300 допустим на 300 да вот смотрим здесь у нас 100 100 и 30 30 это переменная здесь это 100 уже будет постоянно и нужно будет делить шкалу допустим на 300 и уже из этого считать по шкале напряжения вот такой вот момент что мне не нравится когда допустим есть пределы допустим какие здесь пределы 300 100 на 10 и здесь такие же есть пределы поставил и смотришь уже не надо высчитывать ничего очень удобно здесь надо включать как говорится мозги соображать переключать пересмотрим так же самое переводить видите 10 в 5 допустим переключать это уже по сопротивлению и смотреть что чего у нас будет по факту так значит что у нас еще здесь ну вот в принципе основные работы это вот здесь у нас до напряжения переменная постоянное и сопротивление больше этим прибором практически ничего померить нельзя и единственное конечно перед тем как работать ну сейчас мы попробуем включить покажу ну вот подготовительные работы ну вот перед тем как начать уже делать измерения его включаем в сеть вот она видите загорается лампочка и где-то минут 15 надо чтоб он он был в этом режиме рабочим после этого только начинать делать измерения но еще здесь тоже есть такой нюанс перед тем как начать проводить измерения нужно произвести калибровочку вот допустим сопротивление да сопротивление переключаем здесь видите разъемы один общий разъем общий разъем это вот средний видите звездочка средний разъем остальное здесь уже перекрыш кол zusammen и мерить здесь идет напряжение U и сопротивление все больше теперь никаких разъемов нет и вот эти вот это уже настраиваемые калибруемые ручки где нужно устанавливать устанавливать 0 включаем значит сопротивление еслиanan переключили диапазоном сопротивления включаем сопротивление и будем калибровать калибруем Соответственно, будем замыкать Видите? Замкнули Соответственно, установка 0 Будем регулировать Видите, стрелка отклоняется Соответственно, будем ставить 0 Вот она Все, 0 выставили И только после этого будем проводить измерения Будем проводить измерения Это уже сопротивление В зависимости Где вы будете чего измерять естественно сопротивление сопротивление если допустим в схеме да то есть желательно детали одну хотя бы одну ножку надо выпаивать иначе сами понимаете будет неверное показание потому как он будет показывать сопротивление всей схемой точного результата вы конечно не получите вот таким вот образом проводится сопротивление сопротивление ну зависимости тоже видите о чем я говорил что 10 3 10 4 10 5 зависимости переключать зависимости какое сопротивление будете мерить омы килоомы мегаомы и соответственно знак будет меняться если 10 во второе вы можете померить омы то уже в 10 8 это уже будет явно мегаомы имейте это ввиду и соответственно на на стрелочном будете также самое смотреть относительно сейчас выключим относительно относительно значит где здесь у нас омы вот она скала омы по этой шкале будем мерить вот она здесь от 0 и до бесконечности омы мерить и соответственно умножать на множитель и тогда получите точный результат вот это вот надо не забывать далее напряжение естественно напряжение то же самое общий включаем напряжение у здесь тоже такого нет здесь регулируется переменная постоянно только вот этим переключателем видите здесь постоянная а переменная уже будет вот здесь вот все переключили соответственно здесь вот тоже есть такой момент который ставим на единицу и калибруем калибруем тоже замыкаем чтобы было по нолям видите вот ноли и проводим измерение далее зависимости от того и к на каждом диапазоне тоже так же регулируем чтобы был ноль видите чтобы был чтобы было точное измерение переключили откалибровали замерили переключили откалибровали замерили вот таким образом также с задней стороны у нас имеется имеется видите у нас здесь шнур питания подходит внешние выходы и заземления то же самое идет у нас предохранитель 0 5 номиналом 0 5 ампер больше ничего здесь такого нету проверяется прибор на что насколько 12 месяцев поверочный интервал то есть один год вот таким то образом после того как измерение все заделали сделали записали данные где чего куда ну естественно прибор выключаете от сети все на этом как говорится изменение закончилось вот такой вот приборчик советских времен эти поближе покажу видео знак качества и год выпуска чтобы как это не быть голословным вот оно все видно 1978 год до сих пор он работает функционирует ну и показания вполне достоверные потому что про проходит поверку ничего в этом нет так что вот пишите лайки и комментарии кто этим прибором пользовался ваши впечатления а я на этом заканчиваю всем всего хорошего здоровья увидимся на канале